Hello everybody, hi my students, hello friends, ну вот сегодня мы разберем экономический форум, что там получилось у нас, существенное событие, выступление Трампа, около 35 минут выступления Грета Тубборг два раза и выступление уже было сегодня Зеленского. Ну о чем Трамп говорил? Трамп, конечно, предвыборную кампанию начал, начал себя хвалить, как он действительно какой-то там у них прорыв есть в промышленности, рабочие места открыл и все такое, есть чем похвастаться. И промышленность выросла и внешними своими успехами похвастался взаимоотношения с Китаем и с Бразилией и с другими странами. То есть есть чем похвастаться было парню, но одновременно он, учитывая, что в зале сидит Грета Тумберг и его левшая подруга, он заранее сказал, что не надо нагнетать страсти, эсхатологию нагонять и конец света нам предвещать, у нас все нормально, выбросы мы не будем сокращать и будем также ископаемое топливо использовать и все такое прочее. Ну мы зато высадим миллиард деревьев, вот высадим, там пожары везде, все, все гори огнем, а мы раз и высадим миллиард деревьев, да, вот так. Ну Грета Тумберг на это ответила, что, мол, деревья ты одними не спасешься, потому что ну что-то высадишь деревья, а выбросы будут продолжаться, а потом их опять пожгут эти деревья-то, ведь поджигатели, кто, друзья, тоже Грета Тумберг, а те, кто борется за экологией, мы же с вами протоколы читаем, там же написано, мы специально все делаем, вот это все, хаос делаем в мире для того, чтобы замутить воду и на этой, на муте, значит, вот мы только придем спасители, мы будем спасители и будем весь мир спасать, и вот выберите только нашего царя, вот, царя иудейского. Ну Трамп за это время много сделал для царя иудейского, посольство передвинул в Иерусалим, это уже большое дело и и, кроме того, значит, обеспечил кое-какие предварительные шаги по строительству вот этого, значит, Иерусалимского храма, вот. То есть приблизилось это строительство, так или иначе он продвигает через зятька, через дочку, которой, собственно, иудеи там являются, и своего другу Натаньяху, это же друзья, они дружат семьями, давно еще отец Трампа дружил с отцом Натаньяху. Вот, и также к Натаньяху недавно ездил наш гарант, вот не знаю, будет он на форуме выступать или нет, но во всяком случае, у нас такой гарант, что он, как назвать, фигура здесь, фигура там, командировочный, вечный командировочный гарант Конституции. Не пройдут до дня, чтобы он куда-нибудь не смотался, не слинял и и там встретился, и там фигура здесь, фигура там, но некогда контролировать ситуации, там Конституции еще надо быстренько, быстренько сварганить за недельку, мы Конституцию сейчас вот тут сделаем и все, и дальше обеспечим чего-нибудь. Вот таким образом, то есть тоже вливается в эту компанию и Зеленский, а Зеленский что, он пришел, все сообещания он ни одного не выполнил, хотя уже 200 с лишним дней сидит и даже никого не посадил, там уже тоже люди спрашивают, а где посадки, а у нас они 20 лет спрашивали, где посадки, но сажали-то в основном невинных, да, а эти все, вот сейчас отпустили Медведева, он недорасходовал бюджет, там на триллион рублей недорасходовал, на три, по-моему, триллиона, то есть программу не выполнял, не осваивал деньги-то, его увлечил Орешкина, Орешкина сняли за это, за то, что там правду сказал матку, вот, то есть в принципе за невыполнение указов майских Медведева надо было привлекать к уголовной ответственности, лишать его неприкосновенности, но у него и нету неприкосновенности, и вот эти все дворцы, два, две яхты там, фатини, две фатини у него, и все это надо конфисковать, и это все, фонды все эти надо в пользу государства, так, но этого не произошло, так же и там же будет, потому что первое решение, которое он принял, это распоряжение о продаже земли, сейчас землю начали продавать, и там на форуме, вот сейчас он заявил, мы недолюблены мировой общественностью, нам нужны инвестиции, вот она, понятное дело, инвестиции, мы будем занимать, значит, внешние долги у мирового банка, но мы знаем тоже по протоколам, для чего они, это, внешние займы используются, для ограбления своего населения, окончательного ограбления, чтобы уже по дешевке там местное население и продало все свои земли там, и все такое, а кому? Ну, сказано, вот люди-то говорят, демография какая там в Израиле там, там, ну, эти вот, писатые, они по 10 детей имеют, а армяне сейчас по 5, по 7 детей, арабы тоже по 7 детей, ну, вот за территорию война идет, за эту, за Украину, кто там, тоже арабы борются с пейсатами, пейсатые, у них по 10 детей, надо куда-то размещать, и для этого нужно, конечно, инвестиции, для того, чтобы всем дать по пирогу, там, кейк, кап энд кейк, вот таким образом, это такие три ключевые выступления, и все они на базе вот этих протоколов, если объяснить, то это критика существующего, вот в мире существует, вот там пожары тут, а то, что это сделали рукотворно, это же сделали те же, Хамат, Хамат сделал, все это делал, а в протокол записано, записано, дальше, вот это вот вирус, коронавирус, да, коронавирус, кто его сделал, ну, он же написан прямо, коронавирус, ну, понятно, он разработка была, чей коронавирус, так же, как вот они скрипали, отрванули этого, теми же вещами занимаются, что они занимались еще при Иване Грозном. Кстати, сегодня праздник, Филипп, митрополит Филипп Колочев, который Иван Грозного, малюту Скуратову прислал удушить, вот эту духовную власть, ему не понравилось, что митрополит обличает, вот этого Ивана Грозного, что ты, мол, проливаешь кровь двинных людей, после, и не стал его причащать, вообще, царь затаил обиду, потом, значит, лишил его сана, в монастырь куда-то заточили, в драную рясу обличили, прямо в Кремлевском соборе сняли с него все эти митрополичьи одежды, и, а туда приехал, в этот монастырь приехал, прислали молюту Скуратову, он так смиренно к нему склонился, «Богослови батюшка», а батюшка тот Филипп-то уже и знал, что, то есть Федор, да, Федор, ну, митрополит, он был Федор в иночь, и митрополит, ну, при Иване Грозном, склонился, а он уже знал, зачем, чувствовал, что зачем, да дело, говорит, свое дело, чего-то тут придуриваешься, ну, он его тут же прямо задушил этого митрополита, Кулычева, да, а предварительно еще всю семью их, кому памятник у нас на Москве стоит, на Москве, сейчас поставили, Ивану Грозному, да, ну, то есть, это же дело приветствуется, когда надо всю духовность задушить и оставить одну вот эту вот сатанизм, вот это, включишь радио, там один сатанизм идет, одна вот эта лабуда везде идет, сатановские, там эти все пропагандонские, ну, и так же, собственно, и душится все на свете, и памятник им стоит, потому что мы уже отмечали, что вся власть, ну, вся сквозь площадь рептилоиды, и всегда они служат сатане, никакого, вот они ждут, вот Мессия придет, значит, Мессия, Машаах у нас придет, там все, что вы там из каталоги гоните, как Трамп, да, Трамп же Машааха ждет, вот сейчас должен Машаах прийти, и мировой царь, и всем расставить вот эти вот, вместо обрезания, и всем расставить чипы вот эти, врезать чипы, вмазать там, и штрих-пунктируем где-то наметить это на лбу или на правой руке, чтобы вам там, вот у кого есть этот штрих-код, значит, проходи туда в супермаркет, а нет штрих-кода, ну, на помойке что-нибудь, там найдешь макарушки, поешь, пожрешь макарушки, как у нас уже сейчас чиновники говорят. Так что, две половины, а вторая половина, она тоже Хаббаду служит, так же, как и Трамп, это Грета Тубер. Ее настрополили пугать народ, что вот из каталогии, значит, уже оставшийся народ, который еще не подготовлен, чтобы поклониться Машааху, он не готов, многие не готовы, все знают прекрасно, вот надо их напугать, вот поджечь леса, везде все, устроить такой мировой пожар, раздуем мы на радость всем буржуям, мировой пожар раздуем, мировой пожар гори, Господи, благослови, да? Вот это вторая половина, напугать. Так же делали и кровавый режим, красный, так же, он сажал людей, там, сколько этот вот, как его, Троцкий, да? Троцкий уже тысяч, одних казаков миллион там положил, этих казаков миллион, да, и все. А никто не говорит, там геноцида нет, эти казаков, казаки такие вот люди, они любят в форме ходить, на конях ездили с шашками, на шашку поставить рюмку, и рюмку пьют в шашке, ну, и у них такие обычаи, еще песняка любят петь, вот, и ставят себя выше мужика. Вот, может быть, за это они пострадали, что они в период царской власти, они как-то были приподняты со времен Екатерины Второй, и они себя как-то выше мужика ставили, тоже мужик, а мы казаки, мы, почему? Какое отличие казачества? То есть коллективное, коллективное действие. А это не могли допустить троцкисты. Троцкисты и ленинцы, они за мировую революцию, и всякое, вот, кровавое, вот, как, там же написано в протоколах, вот, в кровью утопим всякого, кто там будет, нам немножко с оружием хотя бы в руках, на нас поднимется. Вот, вот, таким образом. Значит, две волны. Одна волна, значит, спи спокойно, парижане, промышленность у нас растет, мы ждем Мышаха. Вот, сейчас Мышах придет, команду дадим, мы вас всех выгоним, поклонитесь, и будем жить прекрасно, с этими, со своими ксивами 666, да? А вторую половину надо запугать, которая вот знает это вот. Она знает, что никакой Мышаха не придет, что там Мышаха, кому там, ну, инопланетяне придут в виде, черти в виде этих инопланетян только придут, да? Скажут, мы инопланетяне. А какие инопланетяне? Это уже всегда существует они изначально, одни и те же лица они, вечно лежит, вот у них так ходит, он не меняется, ни в лице, ничего такого же, он вечно лежит. Ну, и наш руководство стремится тоже омолодиться, вот смотрим, что у нас дома. У нас не дома, а музей месье Путюсо, месье Путюсо, мадам Путюсо, да? Вот, и там все они заморозили. Ну, вот это, теперь ёшкова бабка, ёшка с метлой летала, там где-то. Первая космонавтка считается, а то, что до неё там космонавтка погибла, про неё даже не звука, но погибла, там орала, я горю, я горю, это не первая. Раз погибла, не будем. А вот эта вот прилетела, вот мы её сейчас в Думу посадили, она уже там, она советской власти в этой Думе сидит, и это мадам Путюсо сидит, то есть фигура, манекен. Ничего не, ну, делает вид, что на счастье кино дело правит Конституцию. А вот их всех собрали, этих фигурный мадам Путюсо. Всё только живые фигуры месье Путюсо. И ещё мистика какая? Они всё-таки мистики боятся, вот американцы, израильтяне, они мистики очень боятся. И чисел. Чисел для них это кошмар. Это как они сами в кабалу влезли и сами себя запугали этой кабалой. Когда речь предоставляли на форуме экономическом, очень важное такое, ну, маленькое замечание. Но это характеризует, ну, всю систему, вот эту хаббатскую, американскую, всё это, вот, коронавирус этот, английский коронавирус. Когда ему давали слово Трампу, то ведущий там эту форуму его назвал Дольно Трамп, 45-й президент Соединённых Штатов, United States of America. А ведь мы же говорили, что нельзя так вот этого Гровер Кливленд, его нельзя два раза считать. Он же два раза был президентом, а его считать через раз, он был через срок. Вот, скажем, у нас, как медведь, чехарда была, Путин, потом Медведь и потом опять Путин. И там же было там тоже, Кливленд, потом ещё какой-то, а потом опять Кливленд. Как мы в плейлисте, президенты США у нас есть, и Кливленд они считают два раза для чего? Для того, чтобы избежать вот этой вот катаваси с числом 44, когда там очень много предсказаний, говорят, что Трамп это последний. Они не хотят Трампа пускать, потому что это ихний человек, он им помогает этот храм восстановить, Иерусалимский храм. Вот эту песню к ней сыграть, Хаббатская. Вот таким образом, то есть, вот эта малейшая деталь, она о очень о многом говорит. Страх перед числами, страх. И сейчас немножко мы с Гретой Тумберг разберёмся, потому что, посмотрим, девушка-то хорошая, какой у неё матрица. Девушка-то обаятельная очень, 17 уже и лет, уже скоро. Вот она вот, много замечаний у меня вот идут прямо. Поэтому, вот она родилась по Википедии американской, она родилась 3-го, 1-го 2003-го года. Вот сейчас тут будут говорить, что это и это, то да сё, что это не свинья, а коза. Она, ну вот, год свиньи заканчивается, 25-го, 1-го только заканчивается, 2003-го года. И только с 26-го начинается год козы. А это пока ещё свинья идёт с 3-го числа. Вот она, жёлто-земляная свинюшка. Рыцарский характер у Гретой Тумберг. Вот так и есть рыцарский характер. Как она там себя ведёт-то? Вот. И вот у неё матрица. Видите? Ну, для всех детей начала века, они немножко туповаты, у них сумма маленькая. Но зато дельта ноль. Вот она за сохранение окружающей среды. Всё. Чтобы не было у нас отклонений, повышения среди температуры. Там кто её считает, эту среднюю температуру. Ну, это... Мы знаем, как-то у нас этот... В ЦИОМ работает там, в ЦИОМ. Ему деньги переведут, но сразу рейтинг поднимает нашему гаранту-то. Вечному этому страннику, который летает туда-сюда. И не занимается делом, он только встречается с этим, с тем. Там чего-то сказал, тут чего-то сказал. По бумажке. А подумать некогда. Проконтролировать свои же майские указы некогда. Вот, хорошая девушка. У неё три единички. Она... Золотая середина у неё характер. И три двоечки. Она вообще... Её даже присутствие там оздоровило атмосферу в этом Тавосском форуме. Ну, и так... Корреволюционный характер она, да. Она революционерка. Хочет всё перевернуть, всё по-своему, чтобы было по её. Она не рептилоид, нет. У неё четвёрочка есть. И духовность у неё нормальная есть. Она... Такая троечка средняя тоже. Середнячок по духовности. И цели она ставит, четвёрка нормальная. Вот по семье она будет долго выбирать себе жениха, потому что она себя уважает и не будет так подряд кого попало выбирать-то. Вот эту Грета Тумбергу... Я поправленную матрицу взял, потому что матрица на третьей ей совершенно не подходит. То есть она родилась третьего, но после вечерней службы. Вот эта матрица ей подходит. И вот в этой... Посмотрите, если в американской Википедии, то там, значит, её фотографии дано... Ну, действительно, на три двоечки фотографии. Прекрасно соответствует этой матрице её. Значит, она что? Упорно добивается цели за счёт трудолюбия и усидчивости. Ну, правильно, она сколько там сидела в этих пикетах с плакатиками. Ну, её никто не арестовывал, что интересно, да? Как вот эта Любовь Соболь там раз, её сразу хватает, только она выйдет, её сразу хватает и в кутузку, и в кутузку. И этот Навальный выйдет из квартиры, его сразу раз, и в кутузку. Вот таким. А там она сидит спокойно, никто её не трогает вообще. И за что её любит вот начальство? Будет любить начальство её. Ну, и Трамп тоже её любит, но он об этом не говорит. Они хорошо по характеру совпадают. Свинья с собакой хорошо дружат. Ну, в смысле, рождённые в год собаки и свиньи. Ну, так она вот... В общем, она застенчивая, несмотря на то, что она может и собаку спустить. Ну, и прекрасный друг, и будет она верной жена. Вот и всё. Ну, ей совет, что ей дают друиды. Надо в шостяно-восем ходить и не простужаться. Вот Дональд Трамп. Мы рисовали Трампа как самодура. Но он не самодур. Вот, судя по его вот этим твитам, о том всём, такое прочее, он не самодур далеко. То есть он меняет позицию. Допустим, спустит собаку на это, потом опять же с ним договаривается. И уже в миролюбивом тоне. Спустит до того. Опять договаривается всё. Так же, как этим с генералом. Он вовремя раз и назад отошёл. Не стал стучать тапком по паркету и лысиной чубом по паркету. Да? А отошёл. Вот таким образом. Поэтому тоже есть сомнения, что он 14-го июня родился, как по американской википедии. А на 14-го, может быть, но после вечерней службы, как вот мы и считать теперь будем, вот у него такая матрица тогда. Они вечерком родились. Секрета Тумберг и Трампик. Обаятельный Трампик. Ну, у него одна двоечка, нормальная такая. Сумма 12, если вот 15-го считать, да? Матрица на 15-го. И вот, если матрица на 14-й, как написано в википедии, она деструктивная, дельта минус 6, то здесь дельта плюс 3. То есть это правильная матрица, потому что он всё-таки создатель чего-то пытается сварганить. Не разрушает, как вот наш. Разрушитель наш. У нас, у наших всех минусовка по дельте идёт. Поэтому они в основном разрушают. Полят, жгут его, разрушают, промышленность не растёт. А здесь у него всё растёт, и плюс вот эти гаджеты он любит. В Твиттере пишет, видите, три троечки, да? Он к точным наукам хорошо, и логика у него прекрасная, видите? Он всех в мире обыграл. Вот. Единственное, что привычек у него много. Вот эти кегли гонять там, он по полю любит. Духовность у него в порядке, несмотря на то, что он пытается отогнать от себя эсхатологию. Ну вот эгоизм, конечно, он любит, когда его хвалят, и считает себя самым таким умным, и удивляется, когда этого никто не замечает. То есть вот это вот реца его. Ну и что? Да, по дамочкам вот у него, да, он артист в этом плане. Конкурсы, красоты. И вот это по семье, да, у него тоже сомнения, и смена этих жен, и всё такое прочее. Цели он меняет тоже быстро на ходу. Видите? Тройка меняет цели, да. А в той матрице на 14-го этого всего нету. То есть там матрица, где-то ли четвёрки мы нарисовали неправильно, не так уж большое у него здоровье, как в той матрице. А здесь обыкновенный человек, тоже не рептилоид. Видите? То есть вот такие две точки зрения. Ну, за ними, конечно, стоят два глобальных подхода. Один глобальный подход в том, что вот мы, Америка Великая, и на нас должны все пример брать, и наши интересы должны выполнять во всех точках земного шара. Ну, то есть тоже вот эта двухпартийная система управления должна везде быть в мире. Она показала себя в Римской империи, сейчас она показала себя в США, она, это, в Англии, вегеттория, она давно ещё тоже, как в Риме, тоже они скопируют, как в Риме, вегеттория вот эти. И двухпартийная система, она более устойчива, чем в государствах, которые зависимы от иностранных. Россия, она всегда была зависимой страной. Несмотря на то, что вот историки у нас поднимают эту историю, какое-то величие в России, никогда никакого величия не было. Это была одна паскульная, суконная, и всё это лапти. Это были лапти, сплошные лапти. Ну, конечно, хорошие, талантливые, там из дерева делались танки, и всё там, всё из дерева, деревянная культура была. Вот это ведическое, деревянное, да? Резали этих из столбов разных фигурок. Искусство было на высоте. И народ был грамотный, всё, и жили по 300 лет. Почему? Потому что Пётр Первый указ какой сдал? Он приехал из-за границы. Ё-моё, тут в Европе там живут, они все по 40, и от сифилиса помирают сразу. А здесь трёхсотлетние старики были ещё при Петре-то. И первый указ был уничтожить всех трёхсотлетних стариков. Уничтожить их. Зачем это надо? Потому что они же будут передавать своё другим поколениям, свои знания. А зачем это кому надо? Вот таким образом. То есть форум только разворачиваю. Сегодня 20... Значит, они до 24-го вроде, 21-24-го. И 24-го тоже какое-то будет заявление, какой-то батл. Вот был батл, значит, опять Тумберг-Трамп. И плакал Зеленский, плачь, значит, Ярославле на Давосе. Плачь Ярославле на Давосе. Дайте инвестиции. Вы нас не любите. Почему вы нам не даёте денег? Нам нужны любовь и деньги. Всё. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо. Гарные хлопцы и девчины прислали одежду ведущего, предоставленную гарными хлопцами и девчинами, которые слушают наш канал, подписчики нашего канала. Привет вам, здоровья и счастья.